Аллилуйя! Вы знаете, в пятницу мне позвонил пастор Андрей, пастор Дре. И говорит, пастор Иван, мне сделали тест на ковид. И тест положительный. Я говорю, Дре, ты заболел. Он говорит, пастор Иван, я совершенно здоровый. И я говорю, пастор Джон, я чувствую себя очень хорошо. Но тест показывает, что я больной. Я говорю, радостная вещь, слава Богу. Но в церковь ты не должен идти. Тебе нельзя заражать других людей. Он говорит, я проповедовать хочу. Я говорю, ну, нельзя, Дре. Я говорю, ну, Дре, нет, извините. Сюда только здоровые люди. Вот Слово Божие необходимо больным людям. Так что, Дре, сиди дома и смотри нас онлайн. Тебе больному необходимо Слово Божие. Ну, и это было в пятницу, и я думал, кто же будет проповедовать. Мне кажется, что мне придется. И я говорю, господь, а о чем? Тогда я задумался. Потом забыл. И жизнь стала продолжаться. На самом деле, в этот день я был в деревне. 150 километров от своего дома. Потому что меня пригласил туда наш брат. Потому что он позвонил мне и говорит. Он позвонил мне и говорит. Ты мне нужен. Я нужна. Приезжай. Приезжай. Я ему говорю. Я его услышал. Я ему говорю. И я говорю. Что тебе привезти? Что тебе привезти? Он говорит. Ничего, себя привезти. И он говорит. Даже не привезти. Я сел на мотоцикл. Чтобы в пробках не стоять очень долго. Мне показалось, что я ему побыстрее нужен. И поехал. Потом я подумал, а куда мне ехать? Я звоню ему и говорю, а где ты живешь? Как деревня называется? И вы знаете, он мне ответил. Деревня называется. Глубокий ров. Дип дичь. Я на мотоцикле сижу. Я на мотоцикле сижу и думал, куда я еду? Где я еду снова? Это символично звучит название. Это звучит символично. Глубокий ров. Дип дичь. Я подумал, ну ладно, спросил у Алисы, такая деревня есть. Я спросил Алиса, есть ли там деревня называется Дип дичь? Алиса говорит, сейчас построим маршрут. Алиса was like, now we are going to create, you know, a GPS navigation for you. И говорит, 150 километров. Said, 150 километров. Ну окей, поехали. Окей, let's go. И я еду и думаю, какой интересный символический случай. So I was riding and I was thinking, this is a symbolic situation. Ну и сколько я там был пару дней, я все время думал, очень символическое название. After I was, I had been there for like a couple of days, I began to think, it's a symbolic event. И вы знаете, вот эта история из Евангелия от Луки. You know, this story is like the one in the Gospel of Luke. Она нам тоже показывает глубокий ров. It sounds like a deep ditch. В который попали эти люди. That these people found themselves in. Это ров Долины Смертной. This is a ditch of the valley of death. Это не просто вот так куда-то спуститься в какую-то долину, поле. Well, it's not like you just stepped down into this field of valleys. Но эта девочка умерла. This child was dead. Она попала прямо вот в ров. В траншею. She literally found herself in this trench, this ditch. Где ее только осталось закопать. In a place where you can only bury her. Вот это состояние, в котором находятся многие люди. And in this state is what many people found themselves. И в этом состоянии скорбят все вокруг. And in this state, a lot of people are feeling this sorrow. Особенно близкие люди. Especially those who are close to this event. Это был начальник синагоги. This is the leader of a synagogue. Его звали Иаир. His name was Jairus. Это был отец этой девочки. This is the father of this lady. О, аллилуйя. Аллилуйя. Мне так нравится, что у нас часы сегодня показывают, что по-прежнему без 25.11. Or I'm happy that our clock is showing us 10.30. Я уверен, что я смогу всю проповедь сказать и не задержу вас. Then I was thinking I was going to preach the entire sermon without keeping you here. Обычно говорят, ты слишком долго проповедуешь. I've always been told that you preached for too long. Сегодня все будет окей. Today everything is going to be just fine. Время остановилось. The time has stopped. Время останавливается, когда речь идет о смерти. The time usually stops anytime you are talking about death. Я думаю, что для этого начальника синагоги время тоже как-то остановилось в жизни. Well, I believe that the leader of the synagogue at this point in his time, the time just stopped. И это был непростой человек. But it wasn't just a regular man. Это был человек, который всю свою жизнь. He was a man that all his entire life учил других людей. He taught other people поклоняться Богу to worship God. Живому Богу. Living God. И вдруг в его семье смерть. All of a sudden death came into his family. Ни бабушка, ни дедушка умерла. Ни родители умерли. Ни родители умерли. Это нормально. Ни жена его умерла. Ни жена его умерла. Умерла любимая дочь. Ни ребенок еще. Бэйби. Тринадцать-четырнадцать лет. Тринадцать-четырнадцать лет. Для него время остановилось. Я хотел бы, чтобы мы это осознали. You have to understand. You have to think about that. For him, time just froze. Мы не всегда можем это прочувствовать. И не нужно. Well, maybe we can't always sympathize with that. Well, you don't have to. Но понять мы можем. But we can understand. У него время остановилось. Time froze for him. Я думаю, что он сам задавался вопросом. Что мне делать? I believe that he was asking himself a question. Now what do I do? Господь, куда мне идти? Lord, where do I go? И тут он вспомнил, что он слышал недавно. Об учителе, который, как говорят, пришел от Бога. Некоторые даже называют его Сыном Божьим. Some people even called him the Son of God. И Ир подумал. Then Jairus thought. Я должен найти этого человека. I have to find this man. Если мне кто-то и поможет, Господь. If there is anyone who could help me, Lord. То только этот человек. Only this man. И он подумал правильно. And he thought correctly. И каждый из нас должен всегда думать именно таким образом. And each and every one of us have to think in this manner. Потому что помощь приходит от Господа свыше. Because only God from above can help us. И эта помощь приходит к тебе и ко мне только через Иисуса Христа. And this help can come to you and to me only through Jesus Christ. Многие люди думают, ну, может быть, не только через Иисуса Христа. Many people have been thinking that maybe not only through Jesus Christ. Помощи очень много нам оказывается в жизни. There are different types of help in our world. Но помощь, чтобы восстать из рва погибели. But a type of help that can bring someone who is dying from a ditch. Приходит только от Иисуса Христа. Can only come from Jesus Christ. Мы с вами все время в последнее воскресенье говорим. In the last few Sundays we've been saying something like this. О том, что на апостолах была великая благодать. That on the apostles a great grace was bestowed upon them. И в книге Деяния написано, почему она была мега благодать. And in the book of Acts was written the reason why it was a mega deal. Да потому что Иисуса Христа убили. Because Jesus Christ was killed. Но Он не остался во гробе. Иисус Христос воскрес. И живой явился к своим апостолам. И после этого они не могли говорить ни о ком больше. И они не могли говорить ничего не о себе. Они не могли говорить о себе. Не о Буде. Они не могли говорить о ничего не о Конфуции. Они не могли больше говорить ни о каком философе Аристотеле. Они не могли говорить ни о каких-то пророках. Они не могли бы говорить о Мухаммеде. Потому что никто на земле и никогда. Потому что ничего не о таком не произошло в мире. Небо вставало из мертвых. Никаких не был вставлен из мертвых. Чтобы реально жить вечно. Чтобы реально жить eternally. Только Иисус Христос. Только Иисус Христос. И они были этому свидетелью. Вот почему эта чудесная энергия божественная. Это причина почему эта чудесная боговая энергия. Пребывала на апостолах и на всех с ними. Была предоставлена на всех апостолах и на всех с ними. Потому что это энергия того, чего никогда не происходило в человечестве. Потому что эта энергия была из-за кого-то, что никогда не случилось в всей в мире. Аминь. Аминь. Скажи за мной аминь. О, say with me, аминь. Дело не в мудрости. Дело не в помощи врачебной. Дело не в помощи врачебной. Дело не в профессорской учености. Дело не в профессорской учености. Дело не в религиозных наставлениях. Дело не в других каких-то, ну, больших исторических религиозных течениях. Это все может быть хорошо. Но это все по-человечески. Но это все по-человечески. Это просто по-человечески. Это просто по-человечески. А Иисус Христос Это Божественное Аминь. Аминь. Это Бог Явился Во плоти Мы скоро будем праздновать Рождество. Мы будем праздновать Рождество очень скоро. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот Что делает Начальник Синагоги. И давайте посмотрим, что Иисус Христа Он находит Иисуса Христа И просит, Пойдем ко мне домой Помоги мне У меня дочь заболела По-человечески пришел попросить Иисус исцеляет других людей Он дает надежду людям И Аир говорит Пойдем Дочь заболела И Иисус Христос Пошел с ним И как мы читаем Когда Иисус еще говорил это И тут очень важно для нас понять А что говорил Иисус Чтобы понять Мы можем чуть раньше прочитать Священное Писание Зафиксировало слова Иисуса Христа Нам необходимо читать Эти слова Иисуса Христа Вот почему наша Библия Так драгоценна Потому что там зафиксированы Слова Божьи Слова Иисуса Христа The words of Jesus Christ А Иисус Христос Вот что сказал This is what Jesus Christ said Дерзай черри Дерзай черри 48 48 Your faith Your faith has made you well Go in peace Before that 47 Дерзай черри Дерзай дочь моя Эти новые переводы Там еще нет хорошего He said Take heed my daughter Okay Alright yeah So take heed my daughter Rejoice my daughter Rejoice my daughter Go ahead my daughter Go in peace my daughter Rejoice Go ahead my daughter Your faith has saved you Go in peace This is what Jesus Christ said He told this woman Who had been bleeding Derzай дочь моя Go in peace my daughter Вера твоя спасла тебя Your faith Had made you well Иди с миром Go in peace Я бы хотел Чтобы мы услышали Эти слова I want you to Hear this word Это слова Радости This is the word Of joy Слова победы This is the word Of victory И они относятся Ни к кому-нибудь Другому And this word Belongs to no one else Эти слова Относятся К верующему Человеку This word Belongs to A believing Person Иисус Христос Точно так же Сегодня Готов сказать Jesus Christ Also is ready To tell you The same thing Today Вера твоя Спасла тебя Your faith Is going to Save you Вера твоя Спасла тебя Your faith Will save you Вера твоя Спасла тебя Your faith Has saved you Вера твоя Спасла тебя Your faith Has saved you Иисус говорит Правду Он принес На землю Истину He brought Truth To the world Absolute truth И эту истину Зафиксировало Священное Писание And this truth Is written In the holy scriptures Поэтому Это было Удивительно Услышать Всем людям And this is Surprising For all these people To hear Но когда Иисус Это говорил After Jesus Had said This Посмотрите 49 стих Let's see Verse 49 Очень интересно Продолжается Там It's very interesting For Jesus To continue This Приходит Некто Someone Came Вот в эту Ситуацию Where in this situation Where the head of the synagogue Is located With a A daughter that is sick Fatally sick Находится Иисус Христос Jesus Christ Was also present Находится Женщина Спасенная От болезни A woman Who had just been Killed From Flow of blood Had just been Killed В эту ситуацию Приходит Некто Someone In this situation Someone Came Да Вот именно Слово Someone Someone Exactly Некто Кто-то Пришел Someone Came И я бы хотел Чтобы мы не думали Что туда там Дьявол Пришел Но в эту ситуацию Пришел Человек In this situation Someone Came О котором Иисус Христос Говорил About whom Jesus Had been Speaking Вор Приходит Чтобы Украсть The Thief Comes To steal Убить И погубить И И И И И И И И И Вот в эту ситуацию Пришел Хороший Человек Но Он Обворовал Начальника Синагоги Он Украл У него Последнюю Надежду Он Сказал Ему Что Этой Смерти Не Миновать Он 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 И У Начальника Синагоги Нет Представления Где Будет Вечность Проводить Его Дочь И Этот Синагог Не Не Представлять Где Ей Доктор Будет Этой Этой Вы Понимаете Мы Иногда Можем Стать Таким Некто Людьми Которые Несут Нерадостную Весть Но Почему Мы Это Делаем Потому Что Мы Не Хотим Говорить Неправду Человек Действительно Умер Как Мы Будем Что Говорить Другое Мы Не Хотим Серьезные Ситуации Жизненные Превращать В Театр Мы Не Можем Говорить Неправду Но Мы Должны Всегда Помнить Наша Правда Ограниченная У Иисуса Христа Есть Истина Она Ничем Не Ограничена Потому Что Иисус Христос Ничем Не Огранич Потому Ничего Ничего Нем 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 Иисус Христ И вот В этот Момент Когда Иаир Начальник Синагоги Уже 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 Готов Рвать На Себе Волосы Когда Пришедший Человек Сказал Оставь Учителя Не Утруждай Его В Иисус В Иисус 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 Привнес В эту Ситуацию Своё Слово Посмотрим Какое Его Слово Почитаем Слово Иисуса Христа Вдумываемся В Его Слово Иисус Услышал Иисус Иисус И сказал Иаиру Не Бойся Только Веруй Just Believe И Спасена Будет И 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 Бойся Только Веруй Двумя Строчками Раньше Он сказал Дерзай Черь Вера Твоя Спасла Тебя Двумя Строчками Before That Иисус Христ Said Don't Take Heed Your Faith Has Saved You Его Радостная Весть Не Изменяется His Good News Has Not Changed Он Говорит Вот В Этой Ситуации Скорби He Is Saying In This Situation In This Situation Ты Только Веруй Она Спасена Будет Только Веруй В Какой Ситуации Находишься Ты In What Situation Are You Right Now В Какой Бы Ситу Ситу Ты Не Находилась It Does Not Matter What Situation You Might Find Я Хочу Тебе Передать Сегодня Слова Господа I Would Like To Give Unt You The Words Of Jesus Christ Это Слова Господа This Is The Word Of Our Lord Который Господин Над Вся Плотью The Lord Over All Flesh Он Сказал Дерзай Дочь Моя Вера Твоя Спасла Тебя А Мужчинам Он Сказал Да То же Самое Не Бойся Ты Ж Мужчина Ты Только Веруй Веруй Белив Спасена Будет И Спасена Будет Спасена Вы Знаете Мы Часто Не Задумываемся Или Забываем О Величии Спасения В Иисусе Христе Эти люди Пришли В Дом Начальника Синагоги И Вот Здесь Мы Находим Сейчас Название Нашей Проповеди Богословы И Историки Рассказывают Они Говорят Что Когда В Таких Ситуациях Умирали Люди Ну Когда Действительно Скорбная Была Такая Ситуация То Приходили Специальные Плакальщики Они Приходили И Горько Рыдали Кто-то Мог Чувствовать Скорбь Другие Сами Не Чувствовали Этой Скорби Но Они Все равно Рыдали Плакали И Этот Их Плач Как-то Успокаивал Людей Кто Понес Утрату Словом Мы Находим Здесь Именно Здесь Мы Находим Не В 18 Веке Российской Истории Но Там Еще В Иисуса Христа Мы Находим С вами Первый Театр Люди Превращают Это В Театр Знаете В Жизни Для нас Становится Нормальным Деланные Чувства Мы Начинаем Представлять Что мы Такие Чувства Испытываем Хотя На самом Деле Не Испытываем Пастор Дэниел Очень Здорово Проповедовал В Прошлое Воскресенье Он Говорил Что Дух Святой Учит Нас Воздержанию Нам Нужно Иметь Самоконтроль В Области Наших Эмоций Нам Нужно Учиться Сдерживать Их Мы Нужно Рестраин А в Этом Случ Наоборот Эмоции Нужно Было Придумывать И Показывать Эти Эмоции И Су Говорит Когда Увидел Всех Плачущих Не Плачьте Она не Умерла Она Спит И Следующие Слова Говорят Нам Что Эти Люди Как Это По Человечески Как Только Что Они Все Рыдали Плакали Они Стали Смеяться И Они Стали Насмехаться Над Иисусом Уж Они Знают Различия Между Смертью И Сном Ну Словом Театр Лучше Иначе Назвать Эту Проповедь Лучше Не 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 Театр Лучше Назвать Эту Проповедь От Уныния В Радость Вот Это На самом Деле То Что Производит В Жизни Иисус Он Берет Нас Из Уныния Только Он Может Вытащить Нас Из Глубокого Рва Печали И В Этой Ситуации Он Способен Наполнить Тебя Радостью Мы Дальше Читаем Что Иисус Всех Выгнал Только Своих Троих Апостолов Оставил Это Не Место Для Театра И Оставил Родителей Девочки И Потом Он Сказал Слово И Он Сказал Тебе Говорю Девица Встань И Дух Ее Вернулся В тело И Это Говорит Нам О Великом И Это О Великой Благодати В Иисусе Христе Он Господь Не Только Над Всякой Плотью Он Всё Но И Над Всяким Духом Он Он Господь Девочка Встала И Говорит Дайте Мне Поесть Родители Удивились Готовы были выскочить и всем кричать о том, что воскресла их дочь. Иисус говорит, не делайте этого. Иисус сказал, никому не говорите. Не скажите никому. Но я уже сказал, что он спит. Эта история не для театра. Это не для театра. Реальная жизнь. В Иисусе Христе жизнь реальная. Он сказал, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы дать жизнь. И жизнь с избытком. И вы знаете, какую ошибку мы все часто допускаем. Люди почему-то думают, что жизнь это вот здесь, вот где этот весь театр, это все и есть жизнь. Люди всегда думают, что жизнь, это все, это театр, это жизнь. А потом приходит смерть. И потом жизни уже нет. И жизнь закончилась. Другие люди, такие верующие, религиозные, они говорят, да нету здесь никакой жизни. Here you don't have any life. Какая тут жизнь? Why is the life here? Ходим как в аду. You know, we are walking like in hell. Помолимся Господу. Let us pray to God. Oh, Господи. Oh, Господи. Как нам плохо. How are you feeling so bad? Вот когда мы умрем, вот тогда начнется настоящая жизнь. Then our real life will start. Мы все забываем, We always forget, что Иисус Христос that Jesus Christ и есть сама жизнь. He is this life. И Он сюда пришел, на эту землю, в наш театр. And He came on earth into our theater для того, чтобы в этом театре была реальная жизнь. So that inside His theater a real life could happen. И Он ничуть не смущается смертью. And He is not moved by death. Потому что Он пришел оттуда из вечной жизни. Because He came from there, from eternity. И Он говорит нам с тобой. And He is telling you and I. Спасен будешь. You will be saved. Дерзай, дочь моя. Take heed, my daughter. Вера твоя спасла тебя. Your faith will heal you. Вы знаете, мы очень часто думаем, что вот, а как же грех? Sometimes we think, we always think, okay, what about sin? Ну, с грехом-то нам надо же как-то разобраться. Well, we have to do something with sin. Но оно, конечно, и правильно. И правильно. Of course, that is true. Но на самом деле, actually, апостол Павел, апостол Павел, записал замечательные слова. Wrote something quite interesting. Во втором послании к фессалоникийцам, вторая глава. Очень интересный стих, десятый. Он там говорит о том, что необходимо для людей, которые в этом театре живут как в аду. Well, it's about people who are living in this theater, they are living in hell. He told these people who are living here to kick out death. Он говорит, что нужно уйти из perdition. Нужно из погибели выйти. They have to step out of perdition, of destruction. И вместе с этим мы выходим из лжи. And with this we are coming out of lies. Вместе с этим мы выходим из обольщений небожественной веры. And with this we are coming out with ungodly faith. Вместе с этим, когда мы выходим из погибели, мы выходим из собственной несостоятельности. When we are coming out of this perdition, and we are coming out by ourselves. И вот в этом десятом стихе апостол Павел говорит, как? Апостол Павел is writing how we should do that. Он не говорит о том, что ты должен победить вот этот грех. Он не говорит о том, что ты должен прекратить делать это. Ты должен прекратить делать это. Ты должен запрещать себе делать то. Ты должен самоконтроль свой проявлять над всем. Ты должен self-control over everything. People who are perishing have no control over this. В этом вся проблема. And that is the problem. Поэтому апостол написал истину. And the апостол Paul wrote about truth. Он написал, надо принять that you have to accept любовь истины. You have to have the love of truth. Бог есть любовь. God is love. И истину, которую он послал на землю. And the truth that he sent on earth. That is Jesus Christ. We have to accept Jesus into our lives. Божественную любовь, благодать и истину. This godly love and truth is not for you to do something. It is not going to help you. Are you hearing? Just accept Jesus Christ. Accept this love to the truth. You know, in this era, where the most popular word is fake, even in this era, you will never follow this fakeness. Because you love the truth. You know the truth. and this truth is filled with love. Ты прими ее. Receive it. Say, come into my life. Любовь all my life. So that I will not perish. In the book of Hebrews, chapter 8 or chapter 9, Apostle Paul was writing about sin. Он зафиксировал some facts. He paid attention to this fact, that in the 33 of our era, like he said, on the 33 AD, after the death of Jesus Christ, the new era began, and on 33 AD, once in history, Jesus Christ was crucified for our sins. He took upon himself all the sins. And now, in the second time, he is going to come back not to overcome sin. He is coming for people who were waiting for him. if you receive and accept this love and this truth, you can't not be waiting for his second coming. And now it's not about sin. by faith we nailed all our sins to the cross with Jesus Christ. In the 33 century, just 33 AD on Jesus Christ, he was crucified on the cross. so that the questions about sin is solved once and for all. Take heed my daughter. Your faith has saved you. Do you understand the difference between faith and deed? апостол Павел не случайно говорит в послании к эфесянам во второй главе. Кстати, мы можем открыть это место. Если можем, с пятого стиха. Там апостол Павел говорит, что нас мертвых по преступлениям. Эфесян 2 from verse 5 says that we are dead because of our sins. Господь оживотворил and Lord saved us because of his grace. So the dead people in this theater while everybody is dead because of their sins. Lord made them alive. how did he do that? What human effort is not needed here. The grace of God. But that is what I'm preaching about. You don't take grace from people. This grace comes from God. This grace God sends this grace to us. apostle says yeah you are saved. And the apostle is saying this is the reason you are saved. It's not about your deeds. So that nobody can boast of this. You are saved through faith. Amen. Amen. Faith is very different from deeds. from the deeds of laws. You know the works of the laws. The works of the law cannot do this. The works of the law cannot do what faith is doing. Even good deeds. Even good words. you know even the deeds of the Samaritan people could not save anybody. We are saved only by grace. It's not from people. It is from God. It comes from God. And this salvation comes through your faith. This is why Jesus Christ is saying, take heed my daughter. Your faith will save you. And in this leader of the synagogue, the teachers of all teachers, he taught every people to follow the law. Christ told him. It's quite interesting about law. From the law some people get scared. It's scary to live by the law. because in the law you have this. Punishment is in the law. Jesus Christ told him, don't be afraid. Your faith has saved you. Just believe and your daughter will be saved. But what does faith do? соединяет расстояние. Faith connects distance. Но самое главное, она соединяет время. But the most important thing, faith connects time. Когда мы с тобой делаем какое-то дело, when you and I are doing something, оно остается вот в этом времени. It remains in this time. Иисус Христос умер на кресте. Jesus Christ died on the cross. Один раз в жизни в истории. Once in our time in history. 33 AD после своего рождения. After he had been born. Его распяли на кресте. He was crucified on the cross. Это было один раз в истории. It happened once in history. Это никогда не повторится. This would never happen again. What does faith do? Она берет прошлое. It takes history. Она берет настоящего тебя. It takes the present you. Она берет будущее вечную жизнь. It takes the eternity future and connects all of them into Jesus Christ. Вера соединяет расстояние времени. Faith connects the distance in time. Те дела, которые важные. All these deeds that were important, но они единичные в твоей жизни. But it was one time in your life. It can bring into your eternities so much faith. That is why the Bible says people who are dead in Christ. Their deeds will follow them. Они имеют значение. They are important. огромное значение. They have significant importance. But not for salvation. Because to save you, to bring you into Jesus Christ. Only faith can do that. Let's look at Ephesians chapter 2, what is written there. 5 стих was five. Он оживотворил нас со Христом. He made us alive with Christ. Благодатью вы спасены. And by grace you have been saved. И дальше 6 стих and was six. И вас воскресил с ним. And God raised us up with Christ. if you are saved person, you are saved only by grace. None of your deeds can rise from the dead. But who is a saved person? This is a person who has been transferred from death to life. We are here today have been raised with Jesus Christ. And that is not all. And he seated us with him in heavenly realms. now until you are seated in heavenly realms. Until you have this passport from heaven. Don't bring into your mind some kind of fantasy. That you are a specially saved person. You are saved when you are raised with Jesus Christ. When you are seated in heavenly places and in your state in your life would have meaning. Let's read continually about why did Jesus Christ come to do this with us. 7 verse 7 in order that in the coming ages he might show the incomparable order that is coming in the riches in grace. Prezabina благodate in him in comparable riches of his grace in him in the coming ages is going to open up through us those who are living today in him those who have been raised in him and will be seated in heavenly places with him what does that mean it means you don't have life or death today or after death or anything you have Jesus Christ and he is your life he is on his throne seated on his throne and you are seated with him on his throne you are seated on his throne with him today in heavenly places why so that tomorrow and day after tomorrow because of your life умножилось для жизни других людей которые также во грехах своих смертны 10 стих ибо мы его творение созданы во Христе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять which God prepared in advance for us to do amin amin не думай что тебе Бог не предназначил don't think that God has encouraged you in advance don't you think that you are saved because God didn't ask you to do anything I want to tell you about Friday вам интересно что со мной произошло в пятницу are you interested in what happened to me on Friday не знаю не вижу интереса I didn't see any interest what happened to you on Friday ой тебе интересно я тебе расскажу я вам расскажу я был в глубоком рве так деревня называется из этого глубокого рва я вернулся домой очень поздно слава Богу я вернулся когда я выезжал на мотоцикле из этого глубокого рва это было после дождя это было после дождя и там дорога шириной чтоб одна машина только проехала и из этого рва выходит вот такая неширокая дорога для того чтобы выехать на хорошую асфальтовую дорогу из этого глубокого рва выходит неширокая дорога я на мотоцикле так выезжаю я на самом деле вот так выезжаю потому что там ямы такие на дороге потому что выезжаю на дороге и кое-где там трава или иногда вы были грязь и нужно как-то проехать по траве чтобы не в грязь и вот мне остается метров пять до асфальта и я вижу что передо мной эти пять метров это сплошная грязь и в этой грязи такие большие ямы и никакой травы и я думаю так где же здесь найти себе дорогу и я по тормозам немножко so I slow down a little bit and I said God have mercy so I slow down a little bit just to see where I could pass then I saw that my tires began to move even though I had pressed the brakes but the tires were going not forward but sideways like this right into the pit through the mud and my motorcycle could just bend like this so I put my feet down just to hold it and my feet went on the other side of the mud so I just dropped the bike and it was so ashamed of myself and I looked around nobody saw me it is the first human emotion I thought I need to have self control I just get up right now and pick up my bike the motorcycle did not only lie on the road only the tires were on the road and the body and the and the bag and the already cloned into the deep road you know every other thing the handles the pedals the seats they were inside this deep ditch then I was like oh god just don't allow this bike to go inside this ditch then there was grass so it didn't go inside it was really deep you know these two big walls and I was thinking what do I do now from this shame somebody has to come out then I was like I should lift up my bike then something snapped on my shoulder I was like 300 kilograms 300 kilograms I didn't train a lot to lift 300 kilograms and I was like well you just have to get out so I was bending my hands then I was like you know with my leg almost almost got my bike out and my back snapped just a little and I just screamed and I dropped my bike 300 kilograms 300 kilograms and there comes sadness then this sorrow came then I look around me everything was empty only field and some other houses that are there then I was like it's a shame for me to go back and ask this brother for help even if I had gone back he wouldn't have been able to help me because he is actually there in this deep ditch and I say God what do I do now then I saw just on the road you have these big trucks pink like this and inside were two angels then I was like oh angels are coming to me and I went on the road on this asphalt and I was waving my hand angels would you help me please I dropped my bike here and the angels were coming close to me and the one who was not driving in 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 orange clothes I think it came like wow he showed me my wristwatch and he drove away and I thought that angels are not walking today and I was like God what do I do well another car came actually it's very rare in that area and I was like angels are not going to help me be people with in this small car a man was riding no I whipped my hand and he stopped he opened his door and I said please help me I can't lift up my bike by myself and he said friend can you see my age or this is definitely not for me this exercise is not for me I will go home and when I get home I will ask somebody to come back and help you I said okay fine so he left and I said okay angels are not going to help me and people are not going to help me and I said God I am here because you called me to come I did everything that I am required to do I said everything all the words from you that I should have said how did I come into this ditch where are you actually and he told me thank you for remembering about me then I was like I will have mercy on you you wouldn't I had mercy on you so you didn't fall into this ditch now let me help you take off this your jacket this your robe you are not on the parade now you can breathe right now I can breathe just go to your motorcycle and take away the baggage then I was oh well nice wisdom I was like ten minutes I was walking around this bike no wisdom when I spoke to God and then all of sudden wisdom came and I said get away from me Satan I'm not here so you could make fun make fun of me get away from me so своим sted with your shame and so всеми этими твоими наказаниями with all your punishments я делаю дело Господне I did the deeds of God Господь говорит вот и молодец только веруй сейчас иди и подними мотоцикл я со своей спиной думаю как его поднять оказалось что там в багажнике было килограмм под 50 и на мне еще было много очень и я поднял этот мотоцикл и поставил его на колеса и я сам себе удивился и вот тут мне пришел этот стих на ум что веруй в Господа Иисуса Христа и этот бибель вернулся в мою веру в Иисус Христа со Христом все возможно я умудрился поднять этот мотоцикл потом я его аккуратненько вытолкал из этой грязи он завелся но я уже на него не садился я его потихонечку вытолкал из этой грязи и поставил на него багажник и подремонтировал то что там немножко сломалось и я приехал вечером домой вы знаете Господь всегда остается верным God is always faithful и мы так иногда на ангелов уповаем иногда на людей мы начинаем уповать но не ангелы не люди не могут вытащить нас из глубокого рва из рва наших грехов из рва погибели и тем более из этого рва смерти поэтому уповай на Господа он не где-то далеко нам главное не привыкать к его благодати нам главное не бояться верить только веруй и спасен будешь и ты спасен прими Иисуса Христа любовь истины прими в свою жизнь и не погибнешь и не погибнешь он взял уже все твои грехи и сегодня для того чтобы ты услышал это и понял я в настоящем грамматическом времени ну есть прошедшее будущее и настоящее я говорю тебе прощаю твои грехи я говорю тебе если ты еще смотришь там онлайн я прощаю твои грехи это благодать Божия делает прими Иисуса Христа и веруй в Него и спасение будет с тобой и спасение аминь я хочу пригласить вас к молитве если ты еще думаешь если ты думаешь на самом ли деле я живу на небесах если если думаешь а на самом деле есть спасение от этих грехов не будешь жить на небесах и не избавишься от грехов пока ты воистину не променяешь свои грехи свой стыд пока не променяешь на Иисуса Христа и благодать его для Иисуса Христа и Его греха мне совсем не стыдно если вы захотите узнать какие грехи я в своей жизни совершал я могу и об этом вам рассказать мне за них не стыдно я знаю что все люди мы одинаковы я знаю что мы не сможем себя спасти поэтому давайте примем Иисуса Христа let us receive Jesus Christ